Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ерумилова. Небольшая пауза для того, чтобы все пока собрались и для тех, кто будет смотреть этот эфир в записи. Я хочу сказать, что сегодня у нас классная тема. Ну, в общем-то, каждый эфир я начинаю с классной темы. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как создать свою новую реальность, ту жизнь, в которой ты перестаешь страдать и в которой ты начинаешь наслаждаться. Я занимаюсь тем, что помогаю людям изменить свое мышление и с помощью изменения своего мышления изменить свою реальность, потому что оказывается, что эти две темы очень плотно взаимосвязаны. Поэтому, если вдруг так получилось, что вы случайно смотрите мой эфир или, возможно, вам подружка сказала, кто-то сбросил, обязательно уделите этому время, отложите все в стороны и скажите себе, ну, в конце концов, я всю свою жизнь тратила на разные штучки, дрючки и, в общем-то, имею то, что имею. Мой сегодняшний факт – это та реальность, в которой я нахожусь. А что, если, возможно, следующий час может как-то существенно повлиять на мою жизнь? Ну, вот, предположим, готовлю я инвестировать час времени в то, чтобы хотя бы попробовать. Давайте, в общем-то, сегодня этим и займемся. Почему я говорю о том, как создать жизнь, в которой ты перестанешь страдать? Дело в том, что большинство людей воспринимают жизнь как страдания и сражения. И, например, очень сильные женщины, да, особенно женщины, они говорят, я обязательно выстою, мы обязательно сразимся, я обязательно докажу. И многие этим гордятся, потому что считают, что это такая сильная модель женщины, да. Мужчины, в частности, занимают разные позиции, но мужчина априори рождается, чувствует, что он уже всем должен, и очень часто из-за этого не может ничего достичь, потому что вот это чувство долга, когда ты должен, вот, когда… не когда ты хочешь, не когда ты получаешь удовольствие, не когда ты развиваешься от удовольствия, а когда ты должен, оно для очень многих является настолько тяжелым. И это такая тяжелая энергия, такое тяжелое время, что называется, нести свой крест, что человек просто не может развиваться, потому что он задавлен, да, то есть он не в состоянии это сделать, он как будто бы находится в состоянии удушья. Ну и давайте, конечно же, не будем отнимать то, что у каждого из нас есть свои жизненные программы, с которыми мы рождаемся, которые мы приобретаем по пути нашего воспитания, наши замечательные родители рассказывают нам, как мы должны, бабушки, дедушки рассказывают, как мы должны. Сегодня я ехала по дороге, и мужчина, который почему-то решил, что вот здесь, на этой улице кирпич, почему-то начал, значит, такая вереница машин стоит в обратную сторону, он начал стучать неактивно по стеклу, значит, там по машине, знаете, вот у него было очень много злости, чтобы, значит, типа я не туда еду, и потом он начал на остальных, на всех бросаться, то есть у него есть тоже свое видение жизни, и он считает, что через агрессию, он же всем докажет, что все идиоты козлы, все неправы, но, как мы уже знаем, агрессия принадлежит тому человеку, который ее испытывает, и он очень сильно хочет, чтобы кто-то с ним включился в диалог, и кто-то доказал ему, что жизнь говно, люди все вокруг говно, водители эти все говно, но мы улыбаемся, потому что мы-то не говно, у нас-то в жизни все хорошо, это его злость. И вот это вот все общество, прекрасный телевизор и программирующий ящик нас, да, замечательные люди, которые как будто бы все хотят нам добра, ни один человек не скажет вам, что я со зла, нет, все хотят добра, учитель, который кричит на вас и говорит, я хочу, чтобы с тебя кто-то путный вырос, родители, которые говорят, кто как не я тебя воспитаю и вложит тебе в голову ум, все хотят научить, все хотят рассказать и поделиться в большей мере своим несчастным опытом, несчастным опытом, ибо счастливые люди совершенно не занимаются тем, чтобы учить других жизни, счастливые люди это те люди, которые сегодня проживают свою жизнь и знают, что только от меня, от одного зависит то, какой будет моя жизнь, и если я буду счастлив, то по крайней мере я смогу сделать счастливыми тех людей, которые окружают меня, вот, по крайней мере я смогу сделать счастливым себя, главного человека в своей жизни, но остальным больше нравится играть учителя, это такая, знаете, наша ментальная задача, мы всегда мечтали в детстве быть учителями, не зря это такая в детстве самая популярная игра, нам нравится учить, нам не нравится учиться и развивать себя, нам нравится обвинять других, но при этом мы совершенно не хотим сфокусироваться на себе, наши друзья говорят, в чем мы не правы, они учат нас жизни, они дают оценку нашим действиям, но при этом забывая о том, что друг это человек, который просто находится рядом и поддерживает тебя, а не тот, который заставляет, манипулирует тобой, говорит, в чем ты прав или не прав, каждый из нас проживает свою собственную жизнь, и это очень важно помнить. И сегодня я хочу дать вам три своих закона, закона, которые выработала я, исходя из той информации, которую я изучала про мышление, исходя из того, что я проживаю, практикую, исходя из того, что я наблюдаю за своими учениками, которых уже благо очень много, я хочу сегодня поделиться с вами тремя ключевыми правилами такого подхода к жизни, которые, как по мне, очень верно определяют и объясняют, почему мы живем так или иначе и каким образом нам сделать так, чтобы мы могли с вами изменить тот результат, тот факт, который мы сегодня имеем. Итак, давайте начнем с первого закона, который я выработала, так и называю, это закон Ермиловой. Итак, первый закон звучит следующим образом. Объективной реальности не существует. Что это означает? Что такое объективной реальности не существует? О чем это говорит? Дело в том, что мы все с вами живем в одном мире. Многие из нас живут в одной стране, кто-то из нас живет в одном городе. У многих из нас очень похожи жизненные истории, особенно тем, кому немножко 30+. Потому что мы рождались все в СССР, наши родители были воспитаны приблизительно в каких-то одних нравах, мы все знаем общие какие-то устои, в СССР не было секса, в СССР был такой коммунизм. Ну, было очень много вещей, неправильно было выделяться, нужно было быть как все, нужно было служить своему обществу, своему народу. И, конечно же, говорить о том, что вот эти вот воспитанные какие-то нормы, которые проедались от наших бабушек, прабабушек, прадедушек, и в нас в итоге через наших родителей самих говорить о том, что это неправда, нельзя. У нас действительно это существует. У нас существует порой у многих стыд за то, чтобы быть лучше, чем другие. Мы все время говорим, если мы говорим об успехе, то мы называем это хвастовством. Я не расскажу о своем успехе, потому что другие будут считать, что я хвастаюсь. Мы любим прибедняться, дабы не травмировать других. Мы любим говорить о проблемах, потому что неприлично говорить о счастье и так далее. У каждого из нас есть свой такой момент. И тем не менее, мы рождены в разное время, но так или иначе, мы живем с вами в одну эпоху, и многие из людей из нас являются одногодками по каким-то моментам. Но если вы обратите внимание, то вы увидите, что, я не знаю, как вы, раньше я оценивала людей по возрасту. Я сравнивала себя с другой девушкой, например, такого же возраста и считала наши достижения. Мне казалось, что достижения – это про возраст. Это у меня сейчас нет машины, потому что мне 20, а у нее в 23 есть. Значит, и у меня в 23 будет. Это у меня сейчас нет квартиры, потому что мне 20, а ей 30. Поэтому у нее потом будет. То есть вот такие моменты. Мне казалось, что возраст имеет к этому непосредственное отношение. Привет, Брест. И затем я стала наблюдать интересные вещи, что люди, которые, казалось бы, изначально начинают наравне, может быть, это близкие друзья, да и вообще абсолютно разные люди, в какой-то момент их истории начинают становиться абсолютно противоположными. Кто-то достигает успеха, кто-то становится известным, богатым, знаменитым, счастливым. У кого-то развивается история успеха вверх, а у кого-то история развивается вниз или по-прежнему остается на одном и том же уровне. Одни и те же люди приходят к одним и тем же идеям и открывают одни и те же бизнесы. Но у одних людей это взлетает вверх, а у других людей ничего не получается. Одни становятся лидерами рынка, а другие нет. Одни и те же люди, примерно одинаковые, приходят на работу, устраиваются, но одни делают крутую карьеру, становятся топами, партнерами, открывают свои какие-то компании, а другие продолжают просиживать на своей работе или их увольняют, и они постоянно пытаются найти себе место. И меня этот вопрос начал действительно волновать. Но в чем же код успеха? Конечно же, мое неуспешное окружение объясняло это просто. У них есть связи, эта проститутка спит со своим шефом, этот идет по головам и по трупам, а я не такой, я честный, бедный, и мне так хорошо. У каждого неуспешного человека существует оправдание на успешного человека. Почему тот добился успеха? И в целом это звучит так. Он добился успеха, потому что он плохой человек. А я не хочу быть плохим человеком, поэтому лучше я буду неуспешным, но очень хорошим человеком. И в целом вот это убеждение, которое просматривается, да, то есть все, конечно, от него отнекиваются, но в целом оно просматривается во всем. Потому что таким образом мы себя ограждаем. Мы не говорим о том, что этот человек больше работал, больше стремился, больше развивался, больше рисковал, меньше спал, больше хотел. То, что этому человеку было сильно нужнее, то, что он не боялся, что у него не получится, или боялся, что у него не получится, но все равно и шел, и делал, это нас не касается. Бедный мозг всегда найдет оправдание тому, почему тот, кто добился успеха, плохой, а остальной, а ты хороший. Помните, на каких сказках нас воспитывали? Всегда бедный Иванушка-дурачок, он всегда хороший, а вот царь какой-то, кто-то богатый, какие-то боярыни, это всегда какие-то ужасные люди, которые, значит, делают плохо. Вспомните про фильмы. Всегда счастливая любовь – это с бедным, а вот если он богатый, то он обязательно будет издеваться, он обязательно будет вытирать от нее ноги. И богатые люди – это злые люди, это плохие люди, это люди высокомерные, а мы, мол, бедные и честные. В нас это закладывали, и мы с участниками моего марафона, который является, в общем-то, моей жизнедеятельностью, рерайтером жизни, неоднократно эту тему обсуждали, когда начинали глубже ковыряться и копаться в теме, откуда же в нас вот эти бедные программы. Почему же мы так хотим все время выйти замуж за бедного и несчастного, а обязательно, если он богатый, то это какая-то синяя борода, которая будет над тобой издеваться, не будет тебя ценить, и любовь бывает только в нищете. Смилым рай в шалаше, а вот богатый – это априори козел, скотина, дрянь и другие вещи. И если мы кого-то видим с богатым, мы сочувствуем этой девушке, мы говорим, что она только из-за денег с ним, это что же ей приходится терпеть, то есть априори мы ставим некие клише. Но задумайтесь, что опять-таки вернемся к тому, что мы находимся все с вами в одной реальности, в одной. Но почему-то одни, повторяюсь, достигают чего-то, а другие нет. И это говорит только о том, что в одних и тех же ситуациях и обстоятельствах одни люди видят возможность быть счастливым, быть успешным, зарабатывать деньги, строить успешные компании, развиваться в кризис, когда все закрываются, а другие принимают решение, их мозг принимает решение, что все плохо, у меня ничего не получится, это не для меня, у меня нет возможностей, и попросту сдувается. Если вы когда-нибудь смотрели YouTube канал, или читали книги об успешных людях, или подписаны на странички успешных людей, или читали мою историю, например, книги «Зажигалка», то вы наверняка видите и знаете, что все люди, достигшие успеха, проходили разные ступени, и ни у одного человека в мире нет успешной истории, вот я придумал, начал, и у меня все пошло вверх. Стива Джобса увольняли с компании, и все мы это знаем, ну мы знаем миллион на самом деле, историй, в которых все идет не так, как нужно. Послушайте историю Илона Маска, есть прекрасные видео на YouTube, где он рассказывает о том, как он вкладывал свои все деньги в компанию, как он рисковал, и сколько часов вообще этот человек спит в сутки, и что спит он на работе, и живет он на работе, и мотивирует свою команду, и так далее, и так далее. То есть, но вопрос того, что он выбрал этот путь, потому что это для него и есть жизнь, это для него не страдание, у него миллионы долларов, зачем ему страдать? Ему, его путь – это развитие, это инновации, это интерес сделать нечто, чего никто никогда не делал. Но для большинства людей люди выбирают и говорят, ой, да он несчастный человек, да я лучше жить хочу вот здесь и сейчас. И многие люди путают понятие «жизнь» с выживанием, потому что, по сути, мы все живем в материальном мире, и мы все с вами так или иначе подвязаны на деньги. Только одни из нас тратят свое время, эти 24 часа или там 12 рабочих, 6 рабочих, неважно, какое это рабочее время, на то, чтобы заработать копейки и заплатить по счетам, в то время как другие люди тратят на то, это время даже инвестируют его, в то, чтобы создать нечто крутое, заработать совсем другие деньги и иметь возможность путешествовать, иметь возможность создавать нечто новое, развивать и делать что-то кайфовое прежде всего для себя. Потому что только вдумайтесь, у богатых людей достаточное количество денег, и эти люди, зарабатывая очередные какие-то деньги, которые они, возможно, в этой жизни не в состоянии уже даже потратить, делают это точно не ради денег, это вопрос амбиций, вопрос целей, вопрос высоты полета человека. Ему хочется выше, больше, но бедные что говорят? Вот ненасытный, все никак не накрадется, все ему нужно больше. Это вопрос мышления. Объективные реальности не существуют, потому что там, где кто-то один видит кризис, падение и смерть, другой видит в этом возможность. Один в каком-то личной неудачной ситуации видит только один путь — покончить жизнь самоубийством и всё это завершить, а другой видит для себя возможность войти в нечто новое, попробовать себя в чём-то другом, раскрыть себя, почувствовать и снова обрести то, что, например, он когда-то потерял, а, возможно, никогда не имел. Для одного человека увольнение с работы — это всё. Жизнь не удалась, у меня теперь нет денег, мне не за что будет платить, жена меня бросит, дети меня не будут любить, я сопьюсь, буду алкоголиком, у меня начнётся гангрена, отрежут ноги, и я умру бедным бомжом. А другой человек говорит, здорово, что меня уволили, потому что я знаю, что я не очень классно работал и не очень сильно это любил. Самое время сейчас мне найти либо другую работу, либо я давно думал заняться каким-то делом, самое время сделать это сейчас, потому что больше меня ничего не держит, больше я не буду оправдываться и опираться на то, чтобы там мне платили какие-то деньги, всё, у меня теперь нету никаких денег, и значит, я свободен, значит, я могу сделать нечто новое. И я могу вам приводить таких примеров огромное множество. Я хочу, чтобы вы понимали, что в тот момент, когда одни люди, например, когда начался карантин в коронавирус, кричали «Караул, умираем!», другие люди находили возможность, чтобы переделать свои бизнесы и сделать их более мощными, сделать их более независимыми, вывести их в онлайн. Многие повышали свои продажи многократно, улучшали свои бизнес-процессы, понимали, что наконец-то у них появилось время сделать то, до чего раньше руки никак не доходили. И абсолютно каждую ситуацию в нашей жизни мы можем рассматривать по-разному. Недавно одна девушка задала мне вопрос и сказала, вот у меня в жизни постоянная чёрная полоса, что бы я ни делала, всё плохо, что мне делать? Я дала ей очень простой и очень классный ответ, который на самом деле работает. Я ей сказала, а вы попробуйте посмотреть на это не как на плохо, а как на хорошо. Посмотрите на это, что хорошо. Потому что, например, когда вы живёте с мужчиной, который вас обижает, которым вы несчастны, с которым у вас проблемы с финансами и со всем, и вы с ним живёте, вы считаете, что у вас есть брак, отношения, и у вас есть отец семейства. Когда он с вами разводится, все однозначно всегда говорят, или он от вас уходит, или что-то происходит, все говорят, что развод – это плохо. Почему? Ведь вы лишаетесь, по сути, абьюзера, вы лишаетесь тюрьмы, тюрьмы с наказанием, в которую вы сами себя заперли. У вас появляются возможности. То, что вам страшно, то, что вы боитесь что-то делать, потому что вы не привыкли, это другой вопрос. Но это ведь хорошо, ведь теперь вы сможете посмотреть своему страху в глаза, ведь теперь у вас появится возможность начать жить иначе, решить, какую жизнь вы хотите проживать. И я могу рассказывать так бесконечно о большом количестве ситуаций, которые есть в нашей жизни. Поэтому запомните, что объективной реальности нету. Нету объективного – хорошо или плохо. Всё, что происходит в вашей жизни, на всё это можно посмотреть и как на хорошо, и как на плохо. И вы сами делаете этот выбор. Вы в каждый момент времени сами определяете, как на это посмотреть. Поэтому в очередной раз, когда что-то в вашей жизни будет происходить, и вы будете это воспринимать как караул, спросите себя в любой, даже самой страшной для вас ситуации, а что хорошего в этом есть. Огромное количество историй есть про онкологические заболевания, людей, у которых есть рак. И практически каждый раковый больной, который излечился, расскажет вам о том, как сильно эта болезнь повлияла на него, как сильно она заставила человека углубиться в то, о чём он раньше не думал, как сильно он захотел жить, как сильно он захотел избавиться от всех обид, как он осознал ценность своей жизни и понял, как бездарно раньше её прожигал. Вы узнаете эту историю буквально у каждого человека, который прошёл путь выздоровления. Однозначно, я вам могу дать тысячу процентов, потому что любое раковое заболевание, это прежде всего психосоматическое заболевание, это какая-то накопившаяся обида, боль, нечто застрявшее в нас настолько сильно глубоко и настолько нас разъедавшее, что она приобретает физическую форму в виде опухолей, метастазов и других вещей. Это всё хранится в нас. И только когда человек начинает желать, хотеть анализировать и прежде всего мысленно работать с тем, чтобы, ну если вы не сильно далеко, конечно, зашли, может быть, вы уже себя разъели, но в любом случае есть большое количество литературы на эту тему и опытов, которые доказывают, что даже очень сильно больные люди, очень многие излечиваются, когда начинают заниматься прежде всего своим мозгом, но есть процент, который просто продлевает себе жизнь на несколько лет, когда врачи не дают вообще таких прогнозов и обещают там несколько месяцев. Поэтому важно понимать, что нет никакой объективной реальности, и мы по сути сами себе всё выдумываем и придумываем. Мы берём любую ситуацию и мы определяем, я бедный человек, я какой-то ещё человек, я несчастный, у меня никогда это не получается, я не умею петь, у меня никогда не получится своего бизнеса, я нерешительный. Мы сами на себя, как будто бы в магазине, набираем эти опции. Если вы играете в компьютерные игры, или у вас есть там Sony PlayStation, сейчас очень крутые приставки, там не просто выбираешь персонажа, ты там можешь выбирать ему одежду, можешь выбирать ему характер, можешь выбирать ему пол, можешь выбирать ему аксессуары, ты можешь выбирать ему оружие, как он будет бегать, прыгать. То есть понимаете, вот то же самое происходит и в нашей реальной жизни. Просто нас этому никто не учил, поэтому мы этого не понимаем. Давайте перейдём ко второму закону. Второй закон гласит, в общем-то является продолжением первой, что у каждого есть своя собственная реальность, мы уже с вами это выяснили, которая соответствует вашему уровню мышления, в зависимости от того, на каком уровне мышления вы сейчас находитесь, ту реальность вы и способны увидеть. Это похоже на гору. Помните, когда мы стоим, например, на равниной, да, такая равнинная плоскость, мы видим только то, что мы видим перед носом. Но когда мы начинаем подниматься с вами выше, мы начинаем видеть ещё какие-то места, которых мы раньше не замечали, и чем выше мы поднимаемся, тем совершенно по-другому мы видим. Если вы летаете на самолётах, то помните, да, вот эти первые ощущения, когда вы летали первый раз, когда ты видишь город в виде квадратиков каких-то маленьких, и ты просто в шоке от того, как же так, ведь ты же идёшь, тебе кажется, это бесконечный большой город, и вдруг ты поднимаешься наверх, и видишь совершенно другую картину, ты понимаешь, насколько всё мелко. Или самолёт, да, когда мы подходим с вами к самолёту, или когда мы к нему заходим, он нам кажется огромным, невероятным, большим, как же эта махина взлетает. Но когда мы видим его на небе, нам кажется, это маленькая точка какая-то летающая, и мы даже не задумываемся, что сколько километров над нами летит огромная махина, которая же может там упасть, она это же огромное чудовище летит, как оно поднимается в воздух. Так вот здесь то же самое. В зависимости от того, на каком уровне находится наше мышление, это мы так и видим. И понять это можно очень просто. Вот вы живёте, например, своей жизнью, так как вы привыкли, вас окружают ваши люди какие-то, у вас есть общие темы, интересы, вам очень с ними весело, вы считаете прекрасными людьми те, кто вас окружает, они замечательные. И вот в какой-то момент вы там обсуждаете новости, какие-то проблемы, это нормально, поддерживаете друг друга, выпиваете вместе, там что-нибудь вместе поедаете, вы все плюс-минус одинаково выглядите, вы носите примерно одинаковую одежду, у вас примерно одинаковый доход, одинаковые квартиры. И тут есть два момента. Первое, например, когда вы вдруг приходите в другое общество, в другое общество, вы приходите в гости, и вдруг вы видите такую квартиру, которую вы даже представить себе не могли, что такая квартира существует, вообще не понимаете. И вы начинаете, вы приходите, люди накрывают вам стол, вы видите такую еду, Люди накрывают на стол такую еду и ставят, вот вы считаете это в деньгах, вот понимаете, что вы за месяц столько на еду не тратите, сколько вот они сейчас тратят сюда. Вы смотрите, на каких кроватях они спят, вы начинаете смотреть на их одежду, вы слушаете, о чем они разговаривают и совершенно не понимаете, о чем они разговаривают, потому что они, например, разговаривают на какие-то там рабочие свои темы, они рассказывают о путешествиях, и вот вы возвращаетесь обратно в свою обстановку привычную, и вы говорите своему окружению, своей компании, я был, они там больные. Ты представляешь, столько денег потратить на этот дом, зачем им столько квадратных метров, а зачем тратить такие деньги на продукты, ведь можно же на эту сумму было купить себе новый телевизор, вот, а зачем они такую, ты представляешь, они все сидели в этих брендовых шмотках, это же ужасные вещи, они идиоты, что они покупают такие вещи, они придурки. И вот вы сидите, значит, и вы говорите, обсуждают, они хвастаются друг перед другом тем, что они путешествуют, ездят, ты представляешь, хвастаются просто. А о чем они говорили? Они специально делали все, чтобы я отвратительно себя чувствовал в этом окружении. И я, знаете, друзья, хочу поднять наши бокалы пива за то, что мы с вами не такие, за то, что мы настоящие люди, за то, что мы уважаем друг друга, за то, что мы с вами бедные, но честные. И вот этот момент является очень ярким отражением и показателем того, когда человек, например, закрывается от всего, он не хочет видеть ничего состоятельного, он не готов ничем напрягаться, он даже не понимает, что это за мир, он его отрицает сразу же. Эти люди плохие, они высокомерные, они обязательно все против тебя, они даже живут хорошо для того, чтобы насолить тебе. Вот такое у многих людей есть ощущение, что они делают все специально тебе на зло. И вот это показывает лишь ваш уровень мышления. В зависимости от уровня мышления мы воспринимаем реальность. Для нас вот эти все люди плохие тогда, когда нам страшно, тогда, когда мы совершенно другие. И мы оправдываем себя, оправдываем зачастую тем, что мы бедные, честные, настоящие, а у тех, у кого есть что-то больше, это обязательно плохие люди, которые, значит, там, вот они хвастаются, они наворовали, они, в принципе, положили свою жизнь на то, чтобы тебя унизить. Поэтому очень у многих существует такое понимание, что вот состоятельный человек, да, там, даже многие комплексуют, когда заходят в дорогой магазин, им кажется, что продавцы намеренно их унижают. Они меня оценивают, они меня еще что-то делают. Вот я, кстати, помню, у меня раньше тоже была такая оценка, а сейчас ее нету напрочь. Потому что мы сейчас живем в таком мире, что понятия не имеем, кто стоит перед нами, как он будет выглядеть. Он оденется в H&M или он оденется в Louis Vuitton. Мы не знаем. Мы не знаем. И мы уже понимаем, что оценивать людей по одежде достаточно глупая история, потому что большое количество богатых людей могут выглядеть как угодно. И вы знаете, я недавно наблюдала картину, я подъехала к магазину Dior, и вышли две девушки из магазина, ну, таких постарше, наверное, чем я, может быть, такие, как я, я не знаю, у меня сейчас с идентификацией возраста проблемы. И они вышли, по моему личному мнению, их одежда не была дорогой. Вот они выглядели, как обычные две, ну, такие, бобенки, да, в хорошем смысле, ну, такие, знаете, там, не фифы, а бобенки, да. И у них были, значит, там на руках там Louis Vuitton пакета, Dior парочку пакетов, там, что-то там еще было. И вот они вдвоем такие, знаете, вот как с супермаркета вы идете, я не знаю, без Сейла Назари, условно говоря, ну, так, чтобы какой-то пример был для обычного человека, да. И то, может быть, не все так ходят. Они такие вышли, и я на них так вот смотрю и говорю, вот, Сереж, ты знаешь, я бы вот никогда увидел их на улице, я бы подумала, что это, ну, девушки из метро, я бы никогда не подумала, что вот они сейчас сделали шоппинг, я понимаю, что минимум на десятку, минимум по пакетам, которые у них есть, я понимаю, что это минимум десятка долларов только что была потрачена вот в эти пару часов, которые они прогулялись по пассажу. Поэтому оценивать кого-то абсолютно бесперспективно. И мы должны понимать, что вот эти наши оценки, это как раз история про тот уровень, на котором мы находимся. Потому что чем выше вы поднимаетесь, тем меньше оценок вам хочется каких-то давать. Вы просто живете в своем мире. И вы должны понимать, что ваш мир может меняться в отношении только вашего мышления. И до тех пор, пока ваше мышление бедное, до тех пор, пока вы любите ныть, жаловаться, вы просто не можете жить лучше. Вы не можете общаться с успешными людьми, если ваше мышление бедное. Люди выбирают других людей не по одежде, они выбирают их по общению, они выбирают их по общим интересам и по общим темам. И я знаю огромное количество людей, которые делали совместные бизнесы со своими фитнес-тренерами, потому что фитнес-тренер оказывался умный, классный, интересный, и люди завязывались вместе и делали с ними какие-то бизнесы. Огромное количество, я знаю историй, когда человек приходил работать официантом, а в итоге становился управляющим бизнес-партнером в ресторанной сети, потому что он оказывался человеком, которому интересно развиваться, он себя проявлял, он был классным человеком. Да, у него не было денег, но у него был мозг, у него был интерес, у него была хватка. И я хочу, чтобы вы понимали, что только изменение вашего мышления может выводить вас на новые уровни. Потому что часто, когда люди задают мне вопрос, ну как вот я обычный человек, могу там с кем-то познакомиться? А вы узнаете, сколько обычных таких людей выходили в мир и становились необычными. Посмотрите на необычных людей и узнаете, те, которые для вас успешны, откуда они вышли. И в большинстве своем вы увидите, что они вышли не из Гарварда, они вышли не из супер-университета с красным дипломом, куда их засунули папа с мамой, как вам кажется. Очень многие вышли из трактора. Вот у меня есть, например, Василий Хмельницкий, есть такой предприниматель, я живу в городке Новопечерский и Липкий район, называется в Киеве, который построила его компания UDP. И он очень много всего там строит, инновационного, классного. Так вот он тракторист, Василь. Вот такой, знаете, хлопать Василь, тракторист. Вот его история меня очень поражает, потому что это был человек неравнодушный, человек, который общался, партнерился, искал, выдвигал идеи. У него есть некая миссия, ему нравится создавать что-то классное, развивать инфраструктуру, ему нравится давать зарплаты другим людям. И когда-то я была на выступлении, совсем как-то коротко на него попала, и он рассказал историю, которая мне очень нравится, я ее периодически рассказываю. Он говорит, что когда я приезжаю к себе, я не помню, из какого он города, из какого-то маленького или из села, скорее всего, когда я приезжаю, меня встречают одноклассники, хлопти на украинском языке, вот мальчики, вот они, говорит, меня встречают, и там, говорит, я приезжаю, они говорят, ну как у тебя дела? И говорит, ну, а я понимаю, что я уже сильно, да, там, многого достиг, вот, ну, я там что-то там им аккуратно говорю, и они, говорит, такие сидят, и говорят, ну вот они как были там, да, там трактористами, так трактористами и работают. И они ему говорят, Василь, ну как так? Ну, шо такого надо сделать, значит, чтобы мы так? Он говорит, я так посмотрел на них, и говорю, хлопцы, просто повезло, ну повезло, потому что, говорит, люди, которые по своему мышлению не готовы расти и развиваться, им гораздо проще поверить и услышать фразу про повезло, потому что повезло это ну счастливчик, ну понятно, а мне не повезло, это такое классное оправдание. Вы знаете, я эту историю запомнила, и эту историю очень люблю, и я себе все время напоминаю, когда что-то со мной происходит, я много работаю, к чему-то иду, чего-то достигаю, я говорю себе, повезло, Ольчик, тебе просто сегодня повезло, когда ты сделала какие-то классные продукты, классные продажи, когда большое количество людей тебя благодарит, я говорю, это просто, Оля, твое везение. Поэтому помните о том, что ваша реальность – это попросту ваш уровень мышления, и если ваша реальность херовенькая, это говорит только о том, что и мышление у вас сейчас на херовеньком уровне, что вы не готовы заставить себя, мотивировать себя развиваться, становиться лучше, подниматься выше и видеть те бесконечные, безграничные возможности, которые есть у каждого из нас. Вам проще поверить в то, что вам не повезло, вам проще поверить в то, что так не бывает, вам проще поверить в то, что кому-то повезло, потому что у него какие-то родители, или вам проще оправдать себя тем, что вы хороший человек, вот, и просто вот вы хороший человек, а это плохой человек. Вот это все наши такие бедные абсолютно мыслишки, которые, собственно, с нами и живут. Но я вам могу такое дать упражнение, которое я все время использую. Когда я себя начинаю в чем-то оправдывать, я задаю себе один вопрос, вот когда у меня есть ответ на то, почему у меня нету, да, они типа, почему у него есть, я говорю, да, у него там просто. И я себе задаю вопрос, Оль, скажи, пожалуйста, а вот это убеждение, вот то, что ты только что сказала, это тебе поможет достичь твоих целей или нет? И когда я понимаю, что только что я сказала вслух, что так не бывает, что просто этот человек плохой, и он что-то плохое сделал, и только поэтому у него получилось, я понимаю, что это убеждение мне не поможет достичь моей цели, не поможет. Я понимаю, что мне гораздо выгоднее признать, что этот человек классный, он что-то сделал классное, он молодец, он крутится, он ищет возможности, и значит, если я буду продолжать искать возможности, у меня тоже получится достичь не цели этого человека, но других целей. И это мега классно, я вам хочу сказать, поэтому задавайте себе вопрос и будьте с собой честны, потому что история про повезло и другую маркировку, это знаете, как наклейки на бутылки, которые мы значит, такие довольные все, да, этот козел, этот дурак, этому не повезло, все, и ты опять сидишь в своем, простите, говне и довольный, что значит все вокруг плохие, а ты в своем говне сидишь, и ты хороший, они все там на своих яхтах, самолетах, неважно, в своей какой-то жизни, так очень часто с конкурентами люди себя ведут, когда говорят, ну у него такой бизнес, потому что, вот у меня плохой бизнес, но я честный, я стараюсь, просто мне не везет, а вот он, этот туда, этот своих клиентов обкрадывает, этот еще что-то, вы знаете, всегда такие маркировочки делают, когда конкуренты даже любят друг на друга раньше, как было, лить, да, ты приходишь куда-то, а тебя в это время, значит, обрабатывают, туда не ходи, этот такой, туда не ходи, этот такой, да ты покажи, какой классный ты, ты покажи, какой классный ты, а не обливай брязью кого-то другого. Это как и в отношениях, да, например, когда появляется третий лишний, и вы пытаетесь этого третьего лишнего завалить, да я его убью, да ты покажи, какой ты, покажи себя, прояви себя, а не пытайся каким-то образом спилить трон другому. Очень болезненно люди относятся и к тому, когда мы начинаем хвалить другого человека, да, вот, мы начинаем хвалить, и человек так болезненно говорит, вот, не говори о нем ничего, все, потому что больно, а ты возьми и замотивируйся, и покажи себя, прояви себя, а не начинай, простите, обливать говном другого, потому что ты говоришь о нем что-то хорошее, а другой человек говорит, да нет, да он плохой, да у него все, и у человека буквально начинается истерика. Помните о том, что у каждого своя собственная реальность, которая соответствует уровню мышления. И, наконец, мы с вами приходим к третьему закону, который является логичным абсолютно, и, по сути, который и определяет, и объясняет то, каким образом устраивана наша реальность. Звучит он следующим образом. Изменив мышление, изменив свое мышление, мы изменим свою реальность. Многие люди считают, что что-то изменить – это какие-то безумные действия, и это нужно что-то прыгнуть сверху головы. Но изначально нужно разрешить в своей голове произойти этим изменением. Изначально для того, чтобы стать кем-то другим, нужно решить, каким ты человеком хочешь стать и попробовать им стать. Потому что, если ты хочешь быть, например, успешным, ответственным и дисциплинированным, никто не мешает тебе уже завтра проснуться по дисциплине. Не тогда, когда получилось, а тогда, когда ты решил встать. Уже завтра тебе никто не мешает данное слово кому-либо на той работе, которая у тебя есть, или в том окружении, которое есть. Сдержать это слово. Сделать это. Нас определяют те качества, навыки и привычки, которые у нас есть. Поверьте мне, если вы человек дисциплинированный, если вы достигаете результата, если вы держите свое слово, если вы ставите себе определенные задачи и выполняете их, вы уже не будете обычным человеком. Эта привычка уже даст вам в любом деле быть лучше, чем все остальные. И так далее. Важно понимать, что все начинается не с того, чтобы накопить много денег, а с того, чтобы научиться мыслить. Потому что бедное мышление всегда спустит самые большие деньги. И мы знаем такие истории, когда бедные люди выигрывали большое количество денег в лотерею и затем снова возвращались в свою бедность. Потому что вопрос не в том, сколько у вас денег. Вопрос в том, как вы мыслите, как вы умеете этим распоряжаться, умеете ли вы из идей создавать деньги, умеете ли вы собирать команды, умеете ли вы достигать каких-то целей и идти к ним, а не сливаться завтра, потому что у вас поменялось настроение и теперь у вас нет желания идти куда-то, потому что кто-то сказал вам плохое слово. Вот это и определяет. И когда человек, например, слушает мой эфир и говорит «Блин, круто, что нужно делать?» Я ему говорю «Приходи на рерайтер жизни, потому что мы будем с тобой планомерно каждый день в течение больше, чем 30 дней у нас длится марафон, мы будем с тобой идти к своим целям». Он говорит «Да, классно, мне подходит, я иду», а другой в это время говорит «Ой, ну нет, ну это развод, ну так не бывает, ну это я уже видел, я уже был на этих марафонах, там слушал какие-то, это все не работает». Понимаете? Это включается мышление неуспешного человека, мышление, которое говорит «Да нахер тебе надо эти напряги?» «Да к чему это?» «А вдруг у тебя что-то в жизни сильно изменится?» «Да ты же знаешь, что это все равно лоховство, они только денег с тебя хотят?» «Да мы все с тобой это видели». И вот ваше мышление начало работать как будто бы на вас, на вашего старого «я», на человека, которым вы по сути являетесь. Ведь когда, например, вы прочитаете где-то фразу или услышите от меня, что для того, чтобы получить другой результат, нужно совершить другие действия, вам эта фраза очень понравится. Фраза вы можете сохранить, написать себе на листочке и даже другим людям говорить, что «Конечно, если ты делаешь вот так, то ты получишь только такой результат, если ты берешь и наливаешь воду в стакан, то у тебя будет вода в стакане. А для того, чтобы у тебя получился коктейль, тебе нужно каких-то ингредиентов намешать, что-то туда добавить». Это понятно. Но говорить об этом и действовать мы не хотим по-другому. Нам нравится быть умными на словах, но на деле мы предпочитаем мыслить шаблонно, шаблонно, так, как мы привыкли. Потому что это дает нам прогнозируемый результат, и нам как-то так нормально. Потому что для того, чтобы меняться, это же будет какой-то другой результат, а это мне придется по-другому реагировать, а это же люди вокруг как-то будут по-другому реагировать. Ну его нахрен, говорит человек. «Не хочу я». Когда я делаю опросы у рерайтовцев, мы периодически встречаемся, то очень часто одним из ограничивающих таких моментов к тому, чтобы попасть ко мне на рерайтер, для людей является страх изменений. То есть они говорят, вот знаешь, вот реально тебя слушаешь и понимаешь, что будет что-то меняться. И вот ты вроде бы находишься в ситуации, которая тебе не нравится, но она тебе привычна. Ты хотя бы знаешь, что в этой ситуации ожидать. ты понимаешь, что да, в этом стабильно плохо, да, в этом ты стабильно недоволен, да, тут тебе нехорошо, но это стабильно. Потому что для большинства людей именно стабильность является определяющим фактором. Я буду работать на работе, платят мало, ругают, иногда могут уволить, штрафуют, но это стабильно. А свой бизнес это же не стабильно, это же непонятно, что будет. Это же какие-то возможности странные. То есть человека это пугает и ограничивает. И вот точно так же многие люди не хотят, боятся что-то менять, на словах говорят, да, я хочу, но позже. Я хочу, но позже. Вы знаете, я, например, себе запретила говорить фразу «я хочу, но позже». Я либо хочу, либо не хочу. Вот либо хочу, либо не хочу. Потому что «но позже» это некое вранье самому себе. Когда я говорю, что вот я хочу похудеть, я хочу соблюдать правильное питание какое-то, но позже. Сегодня я хочу жрать. Ну, тогда не надо, но позже. Тогда просто ты говоришь «я люблю жрать, я не готова себя ограничивать для того, чтобы иметь какую-то там тонкую талию. Вот такая у меня реальность. Я себя принимаю. Да, мне не нравится моя фигура, но я при этом не готова напрягаться». Гораздо хуже, когда вы каждый день обещаете себе сесть на диету, потом, естественно, не сдерживаете свое слово, в конце дня чувствуете себя разочарованным, потому что вы снова себя подвели, и у вас устанавливается программа «я не держу свое слово, мое слово ничего не стоит. Я себе постоянно говорю, что так будет, но я так не готов делать». Вот этот момент нужно в себе искоренять. Если вы не готовы бросить курить, не надо обещать себе и писать это в списке целей, если вы не готовы менять свою жизнь или если вы не готовы заняться завтра спортом или начать бегать, не надо клеить бегающего человека на свою карту желаний и ждать, как сегодня написала одна девушка, пока желание исполнится. Сколько бы человечек вы не наклеили на свою карту желаний, если вы бегать не будете, то само не побегается. Понимаете? Если вы не будете следить за своим телом и заниматься им, то само не похудеется. Если вы не готовы развиваться и работать для того, чтобы у вас был большой дом или машина, вы не готовы меняться, вы не готовы приобретать те качества, которыми владеют люди, у которых есть такая недвижимость, то ничего не изменится. Вы должны понимать, что мы приобретаем материальные или нематериальные какие-то блага и высоты, тогда, когда мы становимся людьми, по качествам, такими, которые в состоянии это иметь. Не может человек без бедными мозгами, понимаете, с бедными мозгами обладать богатством, просто потому, что он это богатство, простите, быстро просрет. Просто быстро просрет. И мы этих историй, ну их можно отследить огромное количество, когда что-то где-то у кого-то каким-то образом выруливало и затем точно так же уходило, понимаете? Вот так не бывает. Просто надо это понять. Нужно понимать, что за каждой своей целью, за каждым своим желанием стоит некая ответственность, которую мы приобретаем. И когда мы говорим, что я буду менять свое мышление, я буду заниматься ментальными практиками, я буду узнавать, как работает мой мозг, я буду проходить марафон, мы берем на себя ответственность, а это уже качество успешного человека. Мы берем на себя качество дисциплины, я буду это делать каждый день. И это тоже качество успешного человека, которым мы раньше не обладали. То есть параллельно в нас развиваются те качества, которые присущи тем людям, которые имеют то, что мы желаем иметь. Будь это классные отношения, будь это самореализация, будь это материальные блага, вы должны это осознавать. Не бывает человека ноющего, злого, который вечно всем недоволен, ни во что не верит, счастливого с деньгами. Но такого не бывает. Для того, чтобы мы получили то, чего у нас нет, мы должны стать теми, кем мы сегодня не являемся. Но нам важно изначально определить, кем мы желаем стать на самом деле. Не в контексте того, каким должен быть человек, у которого есть яхта. Вам очень часто может казаться, что вам нужна яхта. Но когда вы начнете себя разбирать, вы поймете, что вам не нужна яхта. Вот она вам не нужна. Я знаю большое количество людей, которые пришли к тому, что им не нужно свое жилье. Им они хотят зарабатывать и иметь возможность быть жителями мира, путешествовать по разным странам, арендовать себе жилье везде, в любых точках мира, где они захотят. Но им свой дом не нужен. У них нет этого. Они говорят, зачем мне закопать миллион или два миллиона долларов на дом своей мечты в одном городе, если я могу на эти деньги прекрасно жить, много лет развиваться и путешествовать, и снимать себе дома по 10 тысяч долларов в месяц в самых разных уголках мира. Понимаете? То есть важно осознать, чего ты хочешь. И только создание жизни классной происходит тогда, когда ты создаешь не жизнь, которую кто-то хочет, или ту, которую ты у кого-то увидел, а когда ты обращаешься к себе и задаешь себе вопрос, а я-то чего хочу. Это самый главный, серьезный и даже опасный вопрос, потому что многие, когда начинают задавать вопрос, чего я хочу, видят, что все то, что у них есть, это все не их жизнь. Это с ними случилось. Они считали, что нельзя влиять на это, а оказывается можно. Я все время привожу один и тот же пример, что большинство людей едят в большом, огромном автобусе, за рулем которого сидит водитель и считают, что жизнь – это просто какие-то остановки, на которые человек вылазит, смотрит, что жизнь ему предлагает. Нет. Нет. Вы можете пересесть за руль этого автобуса и сами выбирать свой маршрут, самим определить, куда вы хотите ехать и чего вы хотите достигнуть. Ну да, для этого вам нужно будет из человека спящего, который там мотыляется где-то сзади в автобусе на галерке, превратиться в человека, который садится за руль и едет ночью, едет зимой, едет утром, едет, когда у него не очень хорошее настроение, едет тогда, когда у него болит рука. Он всегда идет к чему-то. И это человек осознанный, думающий. Мы превращаемся в осознанных людей, когда мы начинаем задавать себе вопросы. Почему я так живу? Как жить иначе? Чем отличаются эти люди от этих людей? Что я вообще делаю? Почему я это делаю? Почему я делаю это, если я хочу совершенно другого? Вот эти вопросы важно себе задавать. Сейчас лето, и большинство людей хотят отдохнуть. Когда я была работодателем и собирала команды людей, я часто в эти периоды времени слышала, там в летний период начинался, и мы просматривали резюме, человек говорил, ой, я выйду на работу с сентября, лето я хочу погулять, сколько того лета. Вот. И сейчас продолжается, в общем-то, такая же история в жизни многих людей. Люди говорят, ой, я с сентября начну зачем-то заниматься, а сейчас пока нет. И очень многие прожигают, продолжают прожигать свои месяцы, продолжают ждать, что что-то произойдет, чудо и желание осуществиться. Я обожаю людей, с которыми я работаю, потому что это люди, которые не любят ничего ждать, прожигать, они приходят и понимают, что за месяц жизнь может измениться очень сильной, что тогда, когда начнется сентябрь, ты можешь быть человеком уже совершенно с другим мышлением и создавать совершенно другую реальность. Поэтому я сейчас хочу пригласить вас, у нас несколько дней открывается пробная версия марафона и стоимость всего 5 долларов, марафон «Рерайтер жизни», автором которого я являюсь. Этот марафон позволяет людям перепрограммировать свою жизнь, проанализировать то, как вы живете сейчас, понять, каким образом вы к этому пришли с помощью своих мыслей и научиться этим же образом менять свою реальность. Мы это делаем в разрезе написания книги жизни своей, той жизни, которую мы хотим получить. В марафоне есть много медитаций, много практик, в марафоне есть живой чат, и самое главное, в марафоне есть я, абсолютно живая, которая поддерживает, которая отвечает на все вопросы и которая, в общем-то, ведет вас вот по вот этой тропе. Я сейчас не могу не сказать о том, что вы примите участие в пробной версии, потому что пробная версия – это такой очень лайтовый режим, за небольшую стоимость получить огромное количество информации, потому что помимо того, что 1-го числа, 1-го августа марафон стартует, и у вас начинается уже 4 полноценных дня рабочих со всеми заданиями, и в общем, все вы получаете абсолютно. У нас есть еще предварительные задания, которые вы начинаете получать, и с которыми вы начинаете работать прямо после покупки этого марафона. Поэтому я однозначно рекомендую вам хотя бы попробовать это сделать, потому что я знаю, что очень многие люди, когда смотрят эфиры, смотрят какие-то видео, читают какие-то книги, очень сильно вдохновляются, хватает этого вдохновения ровно на 15 минут или на полчаса, и потом, что называется, жизнь обратно захлестывает тебя. И в какой-то момент, и у меня есть очень много таких историй, когда люди говорят, «Ой, Оля, я вот когда-то вас случайно увидел, потом забыл, потом меня закрутила жизнь, и потом я к вам вернулся». Вернулся, и якорем уже точно за вас схватился, потому что понял, что эти изменения делать пора. Я всегда говорю своим ученикам, что рано или поздно вы все равно ко мне придете, поэтому зачем ждать. Поэтому я вас, друзья, приглашаю. Это и правда очень увлекательно и интересно. Я сегодня хочу попросить вас, если вам понравился этот эфир, и было интересно, может быть, у вас есть какие-то инсайты, пожалуйста, не поленитесь, и когда я его опубликую, оставьте несколько слов в качестве комментариев. Для меня это всегда такая благодарность, не финансовая, а именно благодарность, которая помогает и стимулирует меня и проводить эфиры, потому что тоже лето, понимаете, тоже есть свои моменты и нюансы, но тем не менее я помню и знаю, что то, что я делаю для очень многих людей является переключателем в новую жизнь. И поскольку я уже взяла на себя эту ответственность, для меня крайне важно это делать. Поэтому, пожалуйста, оставьте мне в знак благодарности несколько слов про эфир, чтобы люди, которые его не смотрели, понимали, стоит или не стоит это делать. В Рерайтер жизни можно присоединиться по ссылочке в профиле, если вы чего-то не можете найти, вы можете написать мне в Директ, мы обязательно ответим и все вам пришлем. Всем желаю замечательного вечера, спасибо, что вы со мной были, мне было с вами хорошо и интересно, и до скорых встреч.